Шахматисты Я знаю, кто в рот, мистер. Позвольте на два слова. Вышли в коридор. Я теперь помощник у Василия Васильевича. Он жалуется, что вы бегаете от охраны. Миркин сделал виноватое лицо. Больше не буду Христом Богом, клянусь. Хорошее обещание из уст еврея, укоризненно сказал Алексей. Когда вы без тени, вы очень рискуете. Сами не заметите, как вам сядут на хвост пропасут до дома. А у вас деньги. И что еще хуже, записи, отчеты? Нет. Что нет? Ничего нет. Ни записи, ни отчетов. Все здесь. Миркин постучал себе по лбу. Потому и поставлен к означаем. У меня математическая память. Я, видите ли, шахматист. Я тоже учился на физике, математическом и тоже играю в шахматы. Урод мистер оживился. Правда? А без доски можете? Могу. Проверим. Чур я белыми? Лев Абрамович потер ладони. Натис. Разыграем, что ли, английский дебют. Иду... Ц4. Не заговор, а спортклуб. Подумал Романов, прикидывая, как бы вытянуть из Миркина домашний адрес. Хорошо. Ц5. Иду... Ж3. Ну, Ж6. Фигур оба не называли. Хорошему игроку и так ясно. Разумеется, на Ж2. Вы где воевали? Отвечаю на... Ж7. Если считать только фронт, то в 14-м был в Восточной Пруссии ранен в руку. А мне там пикой в ляжку въехали. В 16-м был в Брусиловском прорыве. Там меня Шрапнелью зацепило. Прошлым летом был под Сморгонью. Нет, я в это время в госпитале лежал. Сморгонья-то... Где женский батальон в атаку ходил. Вот что нужно вечно помнить. Алексей на мгновение зажмурился. Так явственно увидел перед собой картину, расколовшую всю его жизнь на две части. А я бы хотел навсегда забыть. Миркин тихо сказал. Нет, забывать мы ничего не будем. И тогда, может быть, плохое больше не повторится. Пойду на С3. Романов уже взял себе в руки и ухмыльнулся. Вообще-то я люблю играть на настоящей доске. Ферзиху возьмешь, как барышню за талию. Ладью, как бабу за бедра. Ротмистер фыркнул. — Аппетит нарисуете. Чувствуется, вы не только шахмат-любитель. Я в прочем этаже. — А знаете, Романов, заходите как-нибудь ко мне. Поиграем мы на доске. Я недалеко живу, на Сивцеве. — Где там на Сивцеве? — рассеянно спросил Алексей. Как бы обдумывая ход. Что такое Сивцев, он понятия не имел. — На А4, пожалуй. — Ломаете канон! — Миркин схватился за подбородок. — Что-то вы задумали. Хотите, чтобы я раскрылся? А потом устроите какую-нибудь бяку. Клянусь, Тора и Толмудом мои помыслы чисты. Лев Абрамович засмеялся. — Нравитесь вы мне, Д'Артаньян. Чувствую, мы подружимся.